Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вновь встретился с семьями мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне спецоперации. На этот раз поводом послужил вопрос организации досуга, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Одно из предложений нашей инициативы это как раз дать возможность пользоваться прокатами и сервисами в наших парках муниципальных для всех родственников наших бойцов бесплатно. Мы подготовили карточки, вот я сегодня хотел вам первые вручить. Это карточки, которые позволят вам, соответственно, пользоваться этим сервисом. Спасибо. Воспользоваться предоставляемыми услугами можно в любом из парков Одинцовского округа, которые предоставляют широкий спектр развлечений. Норвей-парк, скейт-парк, арт-студии, детские городки, катание на коньках и даже дом Деда Мороза и Снегурочки. Вход на территорию свободный, при этом семьи мобилизованных также смогут воспользоваться дополнительными привилегиями. Первую партию мы начнем выдавать уже у нас в центре с завтрашнего дня, поэтому ждем всех, кто имеет к этому отношение. Мы будем сверять с нашей базой данных, конечно, по заявлению, будем ставить отметку о том, что карта получена и присваивать номер. Глава округа лично опробовал уровень предоставляемых услуг, в частности, качество заливки льда. Вместе с ним на каток вышли и главные герои. Для кого-то это был первый прокат, а кто-то с удовольствием вернулся к давнему увлечению. После освежающей прогулки участники встречи за чашкой горячего чая поделились своими впечатлениями. У меня старший ребенок вообще на коньках любит кататься, младшего только учится, потому что был ковид, пандемия, и вот ей 6 лет, с 4 до 6 негде было кататься. Поэтому она первый раз встает на коньки, поэтому, да, будем активно пользоваться карточкой. В планах администрации муниципалитета расширить перечень предоставляемых услуг по карте. Поддержка семей мобилизованных – один из главных вопросов на сегодняшний день. Сплоченность и неравнодушие – основа здорового общества. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok